Да, Света. Игорь, да, добрый вечер, ты звонил. Добрый вечер. Ну, звонил, сообщил, здоров пока. Да, очень хорошо. Скажи, какие у тебя новости? Допустили ли любовь Ивановну к тебе? Передала ли она необходимую? Смотри, со вчерашнего дня свидания закрыты по всей Ростовской области, по больницам. Люба сегодня вечером принесла мне передачу, дали, но видится, никому ни с кем не дают. Не знаю, с чем это связано, но говорят так, что по всей Ростовской области. Так это не так, но проверить не могу. Ну, скорее всего, они ссылаются на одну причину, на эту пандемию. Да, да, пандемия. Ну, дальше такую информацию даю, что книги, жалобы, предложений на посту здесь нету. Закона федерального о помещении в психбольницу тоже нету. Бейджиков нету с одеждой. То есть, каждый ходит, ну, в чем гораздо он и ходит. Да, да. Передвижение. Вот надо какой. Я вот еще раз настаиваю, да. Прокурора надо вызывать. Света, смотри, по поводу прокурора. То есть, сегодня отдал заявление главврачу, чтобы мне предоставили встречу с прокурором. Правильно. Пойдет это заявление куда не пойдет, не знаю. Звонить сейчас вечером бесполезно. Прокуратура до пяти вечера работает. Понимаешь? Сегодня беседовал недавно с главврачом, вот, ну, часа два назад. Ставил те вопросы, которые ты мне сказала. Какие основания, чтобы меня лишили свободы? Он мне отвечает. Тебя никто не лишил свободы. Ты не лишил, но по приговору, по постановлению суда, а он тебя обязал разместить в психонерологический диспансер. Ты размещен. Тебе никто ничего не лишил. Надо сказать, да, но оно не вступило в законную силу. Где отметка о вступлении в законную силу? Вы не можете меня удерживать. Я им это говорил, по барабану мимо ушей пропускаю. Было, было. Я говорю, на каком основании вообще меня привезли? Решение не вступило в законную силу. Но оно же было, вот тебя и привезли. Нет. Знаешь, Игорь, я тебе еще подскажу. У них есть бланки в медицине на добровольное согласие, на медицинское вмешательство. И есть бланк отказа от медицинского вмешательства. Так вот, требую врача, вот этот бланк, скажи, выдайте мне этот бланк. Значит, раз вы, скажи, не хотите понимать, не хотите вызвать компетентное должностное лицо, которое проверит законность моего здесь нахождения, значит, дайте мне бланк отказа от медицинского вмешательства, и я укажу там причину. Так как решение суда такого-то числа не вступило в законную силу. И, значит, буду жаловаться на вас. Вот и все. Скажи, предъявите мне разрешение суда, вступившее в законную силу. Его надо долбать. Каждый день записывайся к нему, ходи на прием, и скажи, дайте бланк отказа. Я отказываюсь от медицинского вмешательства, считаю, что незаконно сейчас помещен сюда, лишен свободы. Ну, ты меня послушаешь. Медицинского вмешательства никакого нету. То есть ко мне не применяют ни уколов, ни таблеток, вообще ничего. Я нахожусь под наблюдением. Наблюдение это тоже должно быть на основе добровольности. Значит, напиши, отказываюсь от медицинского наблюдения. Ну, в принципе, я все это говорил два часа назад. Ну, поговорили, он мне, когда меня провожал, сказал, что, ну, Игорь, тебе немножко осталось, скоро мы тебя выпустим. Я говорю, когда? Я тебе об этом скажу завтра. То есть завтра, я так полагаю, у меня с ним будет беседа. Мне скажут, сколько я здесь должен еще находиться. Ну, вот такая хрень. То есть, естественно, я в покое теперь хера ставлю. Я замордую сюда. Да, Игорь, самое главное, ты стой на своем и говори только одно. Вы незаконно, значит, меня здесь содержите. Да, суд вынес постановление, но оно не вступило в законную силу. Вы лишили меня возможности его обжаловать. То есть вы мне не предоставляете даже ручку, бумагу, очки. То есть я пропустил срок, да, ну, не знаю, как вот, успели там подать апелляционную? Ну, я вчера, вчера я отдал жалобу через своих друзей. То есть у меня главврач отказался ее брать. Сказал, ничего, я тебя брать не буду. Вот мне пришли 4 человека, через них я передал. Вот Антон тебе правильно сказал, что если главврач отказался принять, значит, надо говорить, приглашайте сюда 4 ваших, 3 сотрудников. Мы составим акт, что вы отказали вашим действием, бездействием. Вы лишили меня возможности обжаловать судебный акт. Это прописано, кстати, в постановлении, что у тебя есть право 15 или сколько, 10 дней на обжалование. 10 дней. Да. Скажи, почему вы не соблюдаете, вот прописано в бумаге. То есть вы мне даже физически не даете такой возможности. Лишили, забрали у меня. Почему очки забрали? Ну, Света, Света, это я все, ну, скорее всего, очки не забрали. Кто-то по чьей-то команде просто их своровали. Я так думаю. Ну, естественно, я думаю, что персонал тоже. Ну, больным это нафиг не нужно. Голова плохо работает. Ой, какой беспредел, конечно. Возмущению нет предела. Да, беспредел полный. А как ты себя чувствуешь, Игорь, вообще? Как твое состояние? Тебе под помощь оказывается? Света, Света, состояние, так тебе честно скажу, неважное. У меня сахар вчера скакнул до 15. То есть они померили, сами были в шутке. Медсестра кричит, завтра тебя выпишем. Ну, завтра никто меня не выписал. То есть я продолжаю здесь лежать. Вечером померили сахар в 6,5. То есть это нельзя сказать, что сильно высокий, но все равно это сахар повышенный. Норма 3,5. Ну, так тебе информацию даю. Я поняла. Которые... Вот такие дела. Ну, все фор мне дают. То есть, как тебе сказать, по собственному желанию приобрел 300 рублей, он стоит, принимая все фор. Ну, они мне его дают, как положено. Со вчерашнего дня причем. До этого вообще ничего не давали. То есть они... Ты там лечишься за свой счет, да? Они тебя лишили всего, и еще ты должен сам себя спасать, лечить. Светлана, это не лечение, потому что они кормят такими продуктами, от которых сахар прыгает. Об этом знают врачи и все. И говорят, а у нас нет других. Я говорю, так выпускайте меня, чуть держите. Вот, вот, вот. То есть я поел. Да, надо жалобу. Я поел, сахар вскакнул вверх, выпил таблетку, сахар упал. Это ситуация еще хуже, чем он держался бы стабильным. Для таких больных должен быть специальный стол, отдельный стол. Вот в больницах, я знаю, это должно быть предусмотрено для диабетиков. Да, ты правильно, наверное. Ну, у нас, говорит, нету такого диабетиков у нас с валом. Я говорю, ну а что ж вы не организуете? Ну, вот, вот такие дела. Вот, Игорь, вообще, конечно, надо говорить, писать письменную вот тут же жалобу. Идешь на прием главврачу, скажи, дайте лист бумаги ручку, я пишу жалобу. То есть вы, у вас нет условий содержания вот для диабетиков, для пациентов диабетиков. Как это так? Ну, то есть это надо все по полномоченному по правам человека, конечно, безобразие писать. Ну, Света, я уже людям отзвонился, сейчас только пять минут назад сообщил, что собирали народ, шли по правам человека, чтобы он устроил здесь непланную проверку. Ну, заявление на прокурора я написал, чтобы мне предоставили прокурора. Отдал сегодня главврачу, но я сомневаюсь, что будет ход дан этой бумаги. Ну, я написала это заявление. Игорь, я такое заявление от себя написала, как бы, ну, в твоих интересах, да, потому что указала, что ты самостоятельно не можешь себя защищать, находишься, ну, вот в таких условиях закрытых. Вот я это написала в прокуратуру. Алло, связь теряется. Я написала в прокуратуру и отправила, и мне пришло сообщение, что мое... пришло сообщение, что мое сообщение получено в прокуратуру. То есть, ну, в любом случае должна быть какая-то реакция, но я не знаю, придут они или нет. Попробуй по 112 вызвать, попросить помощи у полиции, позвонить как бы по 112 в полицию и сказать, я прошу вашего соучастия, мне нужен прокурор, значит... Теряется связь, к сожалению. Сейчас я позвоню прокурору, по 112 закажу прокурора. Да, попробуй, попробуй. Используй любую возможность, любую тоже. Так, да, и делай акцент на том, что ты находишься там-то, там-то, тебя незаконно удерживают по решению суда, не вступившему в законную силу, лишают возможности обжалования и защиты своих прав. Вот всеми средствами. Я пошел вмешаться в эту ситуацию и помочь ему. Вот, то есть, прям настаивай. И записывай номер заявки, записывай, Игорь. Вот ты позвонишь, скажи, скажите мне номер моей заявки. И кто принял? Вот прямо запиши, вот когда, ну, это... Чтобы потом... Ну, то есть, заявку я дать никуда не смогу, потому что поздно, я только смогу позвонить 112. Там все разговоры пишутся. Вот, я это имею в виду. Когда ты по 112 оставишь свою заявку, ты тут же спроси. Нет, я тебя понял, я понял тебя. Не надо по сто раз объяснять. Нет, ты... Нет, ты просто... Тут надо поговорить с ними. С кем поговорить? Да у меня сто человек тут на очереди. А, хорошо, Игорь. Ну, хорошо. А, ну, попала. Ну, давай, давай. Связь плохая, да. Ну, держись, пожалуйста, да. Если что, звони. Всегда звони. Субтитры сделал DimaTorzok